И врагу не пожелаешь такого. Да более знакомая и страшная ситуация для каждого водителя. Такие сюрпризы скрывают оставшиеся после двухдневного ливня лужи. Ездить по дорогам приходится осторожно и в надежде не наткнуться на такой подарок судьбы. Уже сегодня на дорогах практически везде сухо, но часть проблемных участков так и остаются подтопленными. Только за прошедшие сутки редакция ТВК получила десятки видео от красноярцев с последствиями ливня. Из года в год, из раза в раз, ни одна ливневка не работает. Вот он и последствия дождя. Машина заглохла на пешеходном переходе. Каждый сильный дождь. Машины плывут, как река под окном. Самыми проблемными точками остаются улицы Свердловская, Щерса, 78-й добровольческой бригады, Водопьянова и другие. Из года в год в период дождей и паводков корреспонденты ТВК выезжают горожанам, которые не могут ни проехать, ни пройти затопленные участки. И это еще полбеды. Некоторые сюрпризы автомобилисты обнаруживают только после поездки по городу. Здесь одно время номера валялись. Три номера в луже. Забрали? Забрали. Как вас вообще ситуация такая? Каждый год устраивает? Нет. Мы находимся на улице Кольцевая. Буквально вчера на нее нам пожаловались жители. Здесь был потоп. Правда, сейчас все сухо, но остались некоторые сюрпризы. Например, защита от двигателя. И еще вот такие чудесные автомобильные номера, которые пока еще никто не успел забрать. В городских пабликах для таких случаев есть специальное обсуждение, где красноярцы выкладывают найденные в глубоких лужах номера и поломанные диски. И сегодня как раз десятки автомобилистов ищут по городу утерянные части своей машины. Посмотрите, ну тут на решение необходимо. Не то, что там денег нет, а вы держитесь. Просто если мы этого не сделаем, то мы будем идиотами все вокруг. Какое именно решение имеет в виду первый заместитель главы Красноярска Вадим Войцеховский, непонятно. Сегодня второй человек в городе после мэра инспектировал ремонт дороги на улице Говорова. Кроме ее асфальтирования и новых бордюров, он обрисовал ситуацию и с ливневыми канализациями. Например, даже здесь во время ремонта их не обустраивают. Вода так и будет стекать к низменным участкам. Заммэра подчеркнул, что о проблеме знает, но по его словам решить ее оперативно невозможно. Откровенно говоря, она крайне финансово емкая. И в этом, наверное, основная проблема. Что не хватает денег на то, чтобы старые дороги все привести в нормативное состояние в рамках ливневых. Суммы посчитаны, кстати. Мне буквально на днях показывали эти цифры. Там получается, не поверите, если все закрыть, ни один миллиард рублей необходимо решить вопрос. Но эти вопросы будут решаться, но не так быстро, как хотелось бы всем нам, горожанам. Сколько именно времени нужно, чтобы город наконец перестал отопить после сильных дождей, вопрос открытый. Ясно одно этой проблеме не один десяток лет. По данным мэрии, красноярские дороги оснащены ливневыми канализациями лишь на 20%. Сами власти не отрицают, что этого количества городу не хватает. Чиновники уверяют, деньги на усовершенствование системы ищут. Пока же воду откачивают спецтехникой. По данным мэрии, за последние дни с улиц вывезли объем, равный 12-ти олимпийским бассейнам. Екатерина Черных, Владимир Антонов, Новости ТВК.